Мы поговорим о ситуации в Молдове, непосредственно в том числе, элемент гибридной войны. Так Министерство иностранных дел Молдовы назвали обращение непризнанного Приднестровья к России. Москва в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, заявил глава МИДа республики Михай Павшой. Услышим далее прямую речь. Это определенный элемент гибридной войны, и такие заявления были, есть и, вероятно, будут. Заявления, которые будут способствовать росту беспокойства в республике. Однако Молдова за эти два года укрепила свое положение. Наши госструктуры становятся все более устойчивыми к гибридным атакам. Граждане учатся не позволять манипулировать собой. Учитывая варварскую агрессию России против Украины, у нас нет других вариантов, кроме снижения уровня дипломатических отношений. До тех пор, пока кто-то нарушает международное право, ежедневно убивает мирных жителей и разрушает их дома, такое нельзя терпеть. Поэтому Молдова остается сторонницей Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Михай Попшой, министр иностранных дел Молдовы. Напомню, накануне в непризнанном Приднестровье обратились к России. Ранее российские пропагандисты продвигали дезинформацию о том, что Приднестровье якобы само попросится в состав России. Однако там попросили о финансовой помощи. Причем не только Москву, но и международные организации ООН, ОБСЕ, Европавламент и так далее. Президент Молдова Майя Санду уже прокомментировала от обращения. Она подчеркнула, что Кишинев в полной решимости разрешить замороженные конфликты, провести экономическую интеграцию региона. Ну и попытки России дестабилизировать ситуацию в Приднестровье Майя Санду накануне осудила с президентом Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев абсолютно на стороне Кишинева. Оба лидера также отметили, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран. Более подробно эту тему обсудим с нашим следующим гостем. На связи Александру Тенасе, министра юстиции Молдовы с 2009 по 2011 год и 2018 год, председатель Конституционного суда Молдовы с 2011 по 2017, экс-член Венецианской комиссии. Мы очень рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы очень много говорили о непризнанном Приднестровье в эфирах, но от вас, Александру, очень хочется услышать видение с Молдовы касательно всех этих заявлений, которые по факту оказались просто фарсом. Надо отметить, что молдавские власти не воспринимали всерьез эту информацию. Вице-премьер-министр, который отвечает за процесс реинтеграции молдавских территорий, которые сейчас находят запад российской оккупации на левом берегу Днестра, он изначально объявил, что эта информация не подтверждается. Тем более, эту информацию не подтверждали ни наши украинские партнеры и коллеги. Если вы заметили, даже президент Зеленский в своем заявлении тоже сказал, что согласно той информации, которой он обладает, такого рода действия со стороны Приднестровья предприниматься не будут. Но, тем не менее, все относились с определенной осторожностью и тревожным ожиданием. Дело в том, что после последних публичных заявлений российского президента Владимира Путина абсолютно становится очевидно, что от этого человека можно ожидать чего угодно и не обязательно его действия должны вписываться в какую-то здравый смысл и какую-то логику. Но, на самом деле, Приднестровье очень хорошо в течение 30 лет лавировали между своими собственными финансовыми интересами и между Киевом и Москвой. Сейчас они продолжают примерно ту же игру. Они не хотят ставить себя в невыгодное положение, они не хотят участвовать в этой войне. Они понимают, что жители Приднестровья не поддержат участие в этой войне. Поэтому они пытаются как-то сыграть на двух концах. С одной стороны, и послать месседж, что мы еще существуем, и мы противимся так называемым молдавским действиям по установлению экономической блокады. Но, с другой стороны, они не хотят и с Кишинемом портить отношения. И это абсолютно очевидно становится из той резолюции, которую приняли депутаты в Тирасполе, которая, на самом деле, лишена любого содержания. Какие-то пустословные, голословные заявления о какой-то помощи, я не знаю, там, в Красный Крест, ООН, Госдуму Российской Федерации и, не знаю, кого там еще. Поэтому ничего не произошло сверхъестественного. Но, тем не менее, Российская Федерация использовала эту ситуацию, чтобы как-то, с одной стороны, поддержать в тонусе пятую колонну, которая действует у нас. С другой стороны, еще раз показать и попробовать создать очаг напряжения на Украину и показать, что они, в принципе, могли бы открыть еще один фронт западный против Украины, что, с моей точки зрения, это очень маловероятно в этих условиях. И тот факт, что в сегодняшнем послании, которое президент Путина имел перед своими избирателями, он не упомянул эту проблему, говорит о том, что все разговоры, затеи или какие-то там идеи, не знаю, имперские о том, чтобы вовлечь Приднестровье, либо открыть еще один фронт против Украины, пока что еще не рассматривается как часть каких-то реальных действий. Ну, Приднестровье само постоянно повторяет, что они таким являются российским форпостом. Я также добавлю, если не ошибаюсь, Александру, где-то около шести таких псевдореферендумов там проходило, которые как раз, ну, главным вопросом и было, должно ли Приднестровье войти в состав Российской Федерации, насколько я знаю, последний был в 2006 году, да? Да, шесть или семь референдумов. Семь даже. Спасибо, спасибо, что корректируете, да. И тогда 2006 год, как раз там звучало, должно ли Приднестровье в будущем войти в состав Российской Федерации. Поэтому я просто добавлю, что все это время Россия не признавала как раз независимость Приднестровья. Это тоже важно вспоминать. Возможно, тут как раз нельзя ли сейчас исключать, что для обострения все-таки ситуации Россия признает так называемую независимость Приднестровья? Знаете, это не вписывается в общий стратегический план Российской Федерации для этой части бывшего Советского Союза. Дело в том, что их не особенно интересует этот маленький кусочек земли, их интересует Республика Молдова. Если мы говорим, что... Ну, это абсолютно очевидно, что Владимир Путин хочет воссоздать Советскую империю в той или иной форме. И им нужна бывшая Бессарабия, Бессарабская губерния или нынешняя Республика Молдова. Поэтому, скорее всего, Приднестровье расплатывается как инструмент для того, чтобы заполучить все, а не просто кусочек земли. Потому что этот кусочек земли ничего им не даст, его невозможно обеспечить ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения военной, потому что Украина не позволит этого сделать. Поэтому, да, они всегда каким-то образом оставляли такое ощущение, что они будут признавать независимость Приднестровья. Был ряд таких очень жестких заявлений. Затулина и Жириновский очень часто на эту тему высказывался. Но официальная Москва, она всегда пыталась впихнуть как-то это Приднестровье, потому что они получали бы возможность влиять на внутреннюю ситуацию, на внутреннюю политику в стране. Конечно, все поменялось после 24 февраля 2022 года. Все абсолютно, в том числе и в Приднестровье. Вот те иллюзии, которыми мы жили в течение 20 с чем-то лет, что границы непоколебимы, что все-таки существует определенная норма международного права. Сейчас все это стало абсолютно очевидным, что для российского диктатора это пустые слова. Поэтому, конечно, мы можем в какой-то перспективе ожидать смены оптики. Но на данном этапе тот факт, что они настаивают на возобновление формата 5 плюс 2, на участие в ОБСЕ, где, конечно, Россия имеет право в это, и всегда использовала это право в это для того, чтобы сделать, обеспечить себе более выгодную позицию. Все эти элементы говорят о том, что Россия не отказалась от идеи заполучить всю республику Молдова. Ну, то есть вы не исключаете Александру Константиновичу, что также могут, ну, и ожидаемо все-таки определенного характера проблемы и в гагаузской автономии на юге Молдовы? Ну, гагаузская автономия – это вообще такая пародия на автономию. Она была создана Москвой из тех же имперских национальных меньшинств. Они действовали в Гагаузии примерно так же, как они действовали и в Грузии, в Абхазии, в Осетии, и как они действовали в Приднестровье, ну, и позже, конечно, уже и на Донбассе, и в восточных регионах Украины, которые они сейчас оккупировали. Стратегия была примерно та же. Дело в том, что гагаузия чисто географически, ее невозможно отделить от республики Молдова. Там нет просто возможности технически это сделать, с одной стороны. С другой стороны, это очень маленькая народность. Я вам скажу так, что в каком-то микрорайоне города Кишинева проживает больше людей, чем во всей этой автономии. Поэтому как риторику и как политический фактор давления, они, конечно, это всегда использовали. Но как реальную угрозу для Кишинева никогда гагаузия не представляла. Единственной реальной угрозой для нашей безопасности было и остается Поднестровье из-за того, что там находятся оккупационные российские войска, из-за того, что там огромные запасы оружия. И, к сожалению, в течение двух десятилетий молдавские власти не всегда предпринимали нужные и необходимые отношения, чтобы эту проблему решить. Но сейчас все поменялось. Дело в том, что не зря Москва пытается вбить клин между официальным Кишиневым и Киевом. Это очень важно для Москвы. Потому что если они смогут разрушить нормальные отношения между нашими странами, тогда они получают снова возможность каким-то образом использовать вот эту карту Приднестровья. Я очень рад, что и президент Зеленский, и президент Майя Санду очень разумно подходят и справляются с теми вызовами, с теми провокациями, которые российские спецслужбы, российские власти пытаются как-то постоянно активировать в нашем регионе. А можем ли мы также утверждать, Александр Константинович, что на самом деле главная цель России вот сейчас здесь такая, краткосрочная, потому что 2024 финал его не за горами, а все-таки я имею в виду сейчас президентские выборы, которые состоятся в Молдове в конце 2024. Россия пока еще так не определилась, судя по всему, со своим. Я беру в кавычки, но так оно и есть, со своим кандидатом. Но нашим зрителям также добавлю, 2024 это не только год выборов президента в Молдове, это также еще и референдум об отношении как раз граждан к вступлению Молдовы в ЕС. Поэтому, может, все-таки ключевая цель – это политика и это президентские выборы в Молдове? Ну, ключевая цель, я думаю, что да, это взять под контроль политические процессы в стране. Я думаю, что этого никто не скрывает. И на самом деле президент Путин пытался то же самое сделать и в Украине, когда он назначал своего марионеточного президента Януковича, когда они начали все процессы по территориальной дезинтеграции Украины, имея в виду 14-й год по оккупации Крыма. Все эти вещи имели конечную цель – взятие под контроль политической ситуации. В Молдове, конечно, основным противником и основной целью является президент Майя Санду. Это они даже не скрывают. Они понимают, что пока Майя Санду находится во главе государства, никакого разворота в сторону России не произойдет. Они пытаются, конечно, выявить из какого-то молдавского медведчука, на которого поставить. Это довольно сложная процедура, потому что настроения в обществе после начала войны очень сильно поменялись. Если до войны у нас было довольно солидное большинство людей, которые с симпатией относились к тому, что делает президент Путин, конечно, после того, что мы увидели за те бесчинства и те преступления, которые они творили в Украине, это повлияло и очень многое освежило умы. И не так легко найти какого-то кандидата, который был бы, или который бы открыто каким-то образом поддерживал повестку Дня Москвы. Его просто не существует. Есть бывший президент Дадон, но я не думаю, что он смог бы даже гипотетически составить конкуренцию Майо Санду. Поэтому выборы, конечно, выборы, которые должны произойти в этом году президентские, они являются очень важными. Но все-таки, скорее всего, основной стратегической задачей будет взятие власти не на президентских выборах, а на парламентских. Поэтому эта многоходовка, она довольно сложно устроена. Мы видим элементы гибридной войны, мы видим четко, чего хотят добиться российские власти. Но мне кажется, что молдавские власти довольно хорошо справляются с этой ситуацией и сделают все, чтобы этого не допустить. Но также еще возникает вопрос. А можно ли сейчас продумать стратегические действия наперед? Ведь мы прекрасно понимаем, что это возвращается к тому заявлению съезду депутатов непризнанного Приднестровья. Ведь это же может быть таким себе информационным прощупыванием на будущее. Российская Федерация также это может делать для того, чтобы пугать страны Европейского Союза, либо те страны, соседствующие, и союзники параллельно Украины. Российская Федерация активирует все очаги нестабильности, начиная с сектора газа, сирийской регионе и так далее. Поэтому я не думаю, что Молдова может составить какое-то исключение. Но мы все прекрасно должны понимать, что Республика Молдова сама себя не в состоянии защитить. Поэтому безопасность Республики Молдова зависит напрямую от того, как будут идти и двигаться дальше события на фронте российско-украинских военных действий. Мы все прекрасно понимаем в Кишневе, все прекрасно осознают, что пока Украина воюет, пока украинцы сражаются и не позволяют оккупантам двигаться на Запад, у нас есть шанс выжить. И также мы прекрасно понимаем, что если, не дай Бог, Россия смогла бы достичь каких-то, я не знаю, стратегических своих задач и ликвидировать украинское государство, естественно, Республика Молдова в течение двух дней перестала бы существовать. Поэтому наш альянс, политический альянс, он не писанный, но он виден между Молдовой и Украиной, он натуральный, потому что мы зависим напрямую от того, что здесь происходит. А что касается действий Москвы, ну, они всегда прибегали к разного рода пакостям и разного рода манипуляциям для того, чтобы как-то обеспечить себя более выгодную позицию. Я не исключаю тот факт, что вся эта информационная шумиха, которая была в прессе, в основном в западной прессе, российской прессе в течение прошлой недели, о том, что они будут проситься в состав Российской Федерации, это было направлено, чтобы как-то показать западным партнерам, которые поддерживают Украину, что да, вот у нас есть еще инструменты, которые мы могли бы задействовать. Также, может быть, и украинскому эстеблишменту показать, что мы вроде бы как-то смогли бы открыть еще один фронт. Но если мы откинем всю эту шелуху и посмотрим на факты, они указывают на другое. На самом деле это очень маловероятно, что технически возможно обеспечить сегодня на данном этапе. И я очень надеюсь, что ситуация не поменяется ни в худшую сторону. Спасибо вам огромное, Александру Константиновичу. И вам спасибо. Да, обязательно увидимся. Есть что еще обсудить. Александру Тенасе, министр юстиции Молдовы, с 2009 по 2011 год и 2018 год, председатель Конституционного суда Молдовы, с 2011 по 2017 годы, экс-член Венецианской комиссии, был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!